И вновь это классическая у нас инспекция в смоках на вражескую территорию. Спрашивали мы ваше мнение во время первой карты, давайте и сейчас. Я переформулирую наш вопрос. Есть ли у нас в чате ребята, которые до сих пор верят, что 1B выиграют эту карту? Я уверен, таких много. Я уверен, таких очень много. Я уверен, что эту команду очень многие поддерживают. Поэтому, ребят, поддержите их как следует в чате. Те, кто болеют за героя, конечно, поддерживайте их. Уверен, такие найдутся. Главное, чтобы дота получилась крутой, вне зависимости от того, кто победит. Эти команды способны нам такую дать. И стоит отдать должное. Первая карта была очень динамичной. То есть минуты с десятой постоянные какие-то сражения происходили. Там просто не заканчивались. В этот раз не стали даже особо пробивать друг другу лица. Просто расходятся спокойно фармить. И матчапы по линиям. Мы можем оценить теперь уже более детально, игнорируя мид, который мы рассмотрели. Сверху Бристлбэк при поддержке Лишрака. Уже говорили на прошлой карте. Повторюсь, Лишрак хочется увидеть тебя большим и страшным, а не как в прошлый раз. Но здесь все деньги будет забирать Бристлбэк. И ему еще как раз таки стаки стоит поделать. Да, да. Но опять же, вы пришли с Бристлбэком, с колючками, да? Значит, у товарищей будет мана постоянно. Они пришли со стиками наверняка. Оба будут стараться убивать всех крипов. Вот так Стронг выходит, чтобы побить раз-двух героев. И неплохо так Кейджа действительно продамажил. Кстати, это Клокер 4, а не 5. При этом шикарнейший аспект у Джакира. Для того, чтобы просто размениваться постоянно по ХП. И ты вроде бы его продамажил с кнопки, а он тебя райт-кликом бьет. Как будто бы это онкор, фармящий линию. Очень нравится Джакира сейчас. И то, что он стал более актуальным для киберспортивной меты в том числе. Ты вспомнишь, сколько лет его не было в мете? Да. Реально лет. То есть он всплывает раз в 5 лет на несколько месяцев и затем снова пропадает. Сейчас очень интересен. Тем более там же и процентный дэмэдж у него появился, если он шартик берет. А процентный дэмэдж всегда очень высоко ценится. Даже в каких-то небольших количествах. Ну хотя бы честно. В принципе вопросов больше не имеем. Почему лишь рак и вот эти все наши упрошения. Клауду даже получается немножко пробивать по ХП. На удивление. Пока точно можно. Если уж и душить Бристалбек, это только на ранней стадии. То есть первые 3-4 уровня. Дальше будет посложнее. Но выиграть Войну Вардов против Джакира очень сложно. Потому что это дабл тычка всегда. Это прям дикая халява. Я знаю, кто может не получиться. Там с Курьерами только работает, если в Марсе берем. И Киевану достается, кстати, неплохо в плане урона. Но самое главное, он крипов добивает и не проседает по этому параметру. Что там с центральным коридором-то, про который мы так стращали ситуацию? И вовремя, кажется, мы смотрим за коридором идеально. У меня плохие новости. Потому что мало того, что там уже 9 денаев, так там еще и ФБ. И у аналога миллиард денег. И четвертый левел. И он себе сейчас что-то прикупит. Ну, будем откровенны. Мало кто в этом сомневался, что так хорошо отстоит у нас Хускар. Снизу история тоже не сахар. Хотя у ДК здесь 13 добитых крипов. Но мы видим, что кентавру вообще никто не мешает. Он игнорирует. Они, кстати, убивают. Попытаются сейчас шедоу демона. Нужно догонять. Давай лама. А, лотус по вашне. Понял. Скофилду соло не хватит урона. Не хватит урона. Но как минимум он заставит Респекта убегать отсюда. Граната есть, и он быстрее может кинуть. Да нет, ну зачем подвышку? Не надо, не надо скофилду. Тебе это не надо. Вообще там не было ресурсов. Можно было попробовать. Ну ладно, не стал жадничать. Мы же помним, задача игрок просто не закинуть линии сейчас. И дождаться минут 10-15, где вы будете намного-намного страшнее. Элементарно просто по ХП. Тут три толстяка. Хаус Найт, Кентавр и Хускар. И Клок где-то еще рядом. Там Пайк купится, да, рано или поздно? Посмотри, что он с ним делает. Невозможно подойти к крипам. С тех пор, как умер и вернулся, Чиро Джуниор добил только одного. Было 8. Там тем временем уже 15 денаев. Кошмар. И кажется, что стаков в лесу на всех не хватит, чтобы это камбэкать. Наверху проблемки начинаются в Лешрака. Ну что, Гуль? Умирает. Вот сейчас надо спамить. Вот сейчас надо спамить фразочку. Да, хорош! Молодцы, кстати, что не стесняются, что пытаются как-то поднимать себе настроение. Хотя бы таким образом. Да. В таких микро-моментах и рождается уверенность в себе. Конечно. Вы боксируете на этом ринге, да? Соперник сложный. Ну что поделать? Зажиматься, что ли, в угол? Не дрожать? Со Скоуфилдом размениваются по ХП. Монкуша шестой уже скоро будет. Поговорим еще. Да, шестой будет. Тороплюсь немножко с событиями, друзья. Выдаю желаемое за действительное. Пока просто обрастаем ХПшкой, обрастаем статками. И ПТ впереди в планах. Смотри еще, как хорошо стоит Давай Лама свою линию. То есть он умудряет динаить каких-то важных крипов. Добил тоже очень много, больше, чем ДК. Есть ощущение, что драфт ванве, учитывая провал Пангальера в центре, будет слишком медленным. То есть как будто бы одного Бристалбека, если даже он наберет, просто не хватит в мидгейме. А ДК не из тех героев, кто хочет с этим аспектом бесконечно драться с командой. Тем временем попытка напасть на Бристалбека очень больна. Безумно просто. И Кей Джей умрет снова, вероятно. Вопрос, будет ли какой-то размен? Вряд ли. Классический вопрос, кто на кого нападает, когда вы убьете Бристалбека в спину. Кей Иван байтит, короче, своего саппорта. Идет до конца. Я такой, ладно, братан, всего доброго, я пошел. Увидимся с тобой. Ну, слушай, при этом у Кей Иван это хорошие. Творцы снизу. Давай ламу, просто прогрели. Ну, понятное дело, что нападать на Кентавра просто дело неблагодарное. Подставился под горячую руку. Окей, бьем. А во всех остальных ситуациях просто Мункуши должен быть крепочком. Там Пангальеры идут убивать опять втроем. Был телепорт-центр Джакира. Плюс потрачены оба скилла, нужно успевать Клаку. Потому что есть шестая аналога. При этом сам Чиро Джуниор пока никак отсюда не уйдет там стаки. Эти стаки очень важно не отдать сопернику, чтобы их кто-то не нашел. И при этом вовремя их самим забрать. Я думаю, что это настолько читаемая история. Герои должны будут это все прочекать. Либо вообще вард какой-то по-хорошему поставить туда. И Чиро Джуниор. Ну, не подставился. Так прогрели его по ХП. Не более того, есть еще у него и полный боттл. Поэтому ничего не боится. С тех пор он добил еще шесть крипов. Ты знаешь, просто как в меме. Да прекрати ты уже. Так, Скофилд выходит. Здесь попытка запушить вышку. Скофилд очень много работы сейчас выполняет своими когами. Несколько шестеренок запустил. Аналог старается сохранить катапульту в первую очередь. Чиро Джуниор тратит скиллы. Катапульта продолжает работать по вышке. Стягивает сюда шеду демона. Это освобождает руки кентавру. Лишак здесь. Он еще один стак успел сделать. Он уже минуты здесь находится. Просто не Лишак, не его товарищ не хотят выходить драться против Пускара. Потому что вот их он съест моментально. Если Чиро Джуниор еще как-то может попытаться помонтить, пожить, то явно не сапики хлипкие. Ну, контролятся все ресурсы, хотя бы которые есть. То есть объективно старт этой карты сейчас намного лучше для коллектива 1в. За исключением центрального коридора. Я вообще хочу этот коридор игнорировать. Ты имеешь ввиду по сравнению с прошлой? Да, да, да. По сравнению с прошлой. Там все было куда более потеряно, что ли. Про те же самые стаки мы тогда говорили, но их никто не делал. Здесь хотя бы есть этот чеховское ружье. Непонятно, в кого оно выстрелит. Вармлет выходит ДК. Ну, тут все понятно, стандартный керри-билд. Временем Кей Джей возвращается на свою линию. А, нет, это Курьер. Я думал, он сам сейчас полетит обратно. И тут стаки. Ой, как их много. И вот это надо отжимать, стараться героек. Потому что информация получена. Кей Джей рискует сейчас. Вот так в спину заходит на ДК. Он умрет сейчас просто от ДК плюс крипов. Кей Джей, по-моему, зря зашел. Умирает не от крипов. А здесь два саппорта плюс ДК разбираются очень легко. И стаки тоже ДК зафармит. Я почему-то думал, что Джакира попытается именно стаки заврать через дуалбреф. Просто дать демедж. И там, ну, половинку ты бы съел. Еще и Курьер. Все бабки мира сюда. Все для 1В. Один удар еще. Убегает Ослик все. Не добирается. Где их спа? Почему он третьего уровня до сих пор? Там пятого левела оба саппорта. Все команде, по всей видимости. Ну да, вопросики есть, безусловно. Но слушай, у Бристлбека все классно. 4700. Сотоповой строчкой, между прочим. Сейчас ключевым пунктом становится эффективность Кускара. Когда он намного сильнее вражеских героев. И он должен это реализовывать. А не просто стоять дальше и фармить. Все-таки от Кускара требуется чуть побольше, чем от Пангалера. Пангалера без вещей будет давать ультимейт. И без вещей будет контролить вражеских героев. Даже если он будет в каждой драке умирать. Это не так плохо. Здесь два сапа. Хотят выйти на восьмого левела. Бристлбека, по-моему, плохая идея. Они слишком поздно поставили эти самые ворды. Поэтому уже нет тех огромных стаков, которые Клауд забирал буквально полторы минуты назад. И это окошко захлопнулось для команды героек. Открывается новая. Сверху падает вышка. Дефать ее пока не планируют сами ванвэм. Дальше будут стаки. Пангалер бежит. Что-то намечается у нас здесь. Но, по-моему, позиция сейчас плохая для героек. Но они особо-то не идут. Забираются просто стаки. Все нормально. Контролируют ситуацию ванвэм. И свою территорию просто защищают. Ну, гармлет уже готов. Он при этом не пытается никуда идти. Действительно, все еще. Здесь четыре героя в стаке фармили. Еще один сделали. Они просто бесконечные. Фабрика просто по золоту для Бристлбека. И у него все действительно очень сладко. При этом Монкуши тоже не страдает. Да, он не лидирует. Но при этом отстает от того же самого Кивана всего на 200 золотых. Но это смешно для 11 минуты. Ванвэ прям неплохие шансы вырисовываются. По крайней мере, мид-стадию игры отстоять. Ну, потому что вот этот молодой человек пока ничего не сделал. Кроме того, что он выиграл линию и сделал ФБ. Это единственный враг команды за эти 11 минут. При этом просто, ну, какого артефакта ты сейчас ждешь, который перевернет все вообще чаши весов в твою сторону? Ты и так сильный. А тут даешь возможность ресурса набрать сопернику. Ну, минорный такой килл сверху на решраке. Просто размять. Возможно, попытаются с катапульты еще и под вышку сыграть. Тем более иллюзии были активированы от Хаус Найта. Наверное, пора хотя бы вышки сносить. Что Хускар все еще никуда не двигается. Очередной разведчик. Но в этот раз без какого-либо контр-вижена со стороны Ванбэ гоним через 700 голды. Там полная противоположность игры по динамике относительно первой карты. Ребята чисто играют крипов. И кажется, что даже у мидера все лучше. Хотя нет, не кажется. Чиро Джуниор 3,5 тысячи. Я сейчас смотрелся в эти показатели. Он уже соревнуется с решраком, если быть откровенным. Потому что решрак частично стаки забрал, но там выбора не было. Снизу нападают на Давай Ламу. Ну, такой плотный. 2000 кп стики есть. Никто не стал спасать, да, Давай Ламу? А у него ведь на плотность нет айтемов. У него только плейдмейл. То есть это мало что дает в плане выживаемости. И легко забирают. Плюс падает вышка. Героик как-то на себя не похожий. Но Ванбэ молодцы. Молодцы. Сделали работу над ошибками. И линии получше постояли. Ну и, конечно, вот эти стаки. Но сейчас все будет стакаться. Уже видно, что Хускар присоединяется к коллективу. Самые важные минуты сейчас наступают для коллектива Ванбэ. Не залить пару файтов там 5 в 5, 4 в 5. Вообще, если вы захотите их принимать. Может быть, ваш выбор это попытаться поспитпушить. И развести соперника. Растащить его по карте. Ну сколько? Давай вот обозначим таймер для Хускара его доминации. 10 минут еще? 15 минут? А доминация была? Ну, имеется в виду, сейчас потенциально доминация есть. Потому что герой сам по себе сильный на этих таймингах, если он линию не проиграл. А у него все хорошо. Но минут через 10-15, по моему мнению, как бы все у него хорошо не было, он станет просто среднячком на фоне остальных ребят. У него не будет... Ну знаешь, как с алхимиком. Что у него есть. Он быстрее добирается до своего пика. И на этом пике он должен выигрывать. Если он дальше не додавил, он уже становится такой же, как все. Да, с другой стороны, есть все-таки ЦК. ЦК, который плейте-то все равно более актуален. Наверное, на Хускаре хочется Аганим купить в первую очередь. До Хускара там придется еще подождать, потерпеть. Аганим появляется у Бристлбека. И вполне вероятно, вон вы сейчас подумают, а почему мы жмемся? Может быть, пора уже самим ритмику на карте задавать сверху? Он нападает на Клакверка. Но Клакверк, таргет неприятный, чтобы его ловить. Он еще и на Кукшоте уходит на крипов. Спайдер-мен спасся. И в ответ Тавр, только если открывать с Бристлбеком, в принципе, задача довольно быстро реализуемая. Ты посмотри, какие смелые они нападают прямо сейчас на Хускара в центре. Аналогу будет больно. И Стампид отлично заявейден. Вейдин, давай, Лама, контр-инициация, прыжок от Кентавра, сдержай, спав, макро пира. Как много урона, очень плохо Мункуши. В ответ за дубочка Хускара все-таки съели. Деньги достаются респекта самому полезному суппорту, конечно же. Давай, Лама, тем временем стан под себя. Но под себя ты еще и в таверне сходишь, скорее всего. Минус три. Отличная драка для 1В. Ну, в принципе, все. Да, браво, браво. Наигрался Хускар. Здесь предостаточно физического урона у 1В, поэтому у Хускара, наверное, сейчас все тайминги позади. Из важных пунктов практически половину файта простояли в макро пире Джакира. И это тоже никак не перевернулось ситуацию. Да, там, может быть, не самый страшный дэмэдж идет на первом уровне, но все равно, то есть, максимально пытались герои вложиться в эту драку теми ресурсами, которые были. И у меня вопрос, что здесь забыл аналог? Вот какую задачу он преследовал, когда стоял в миде? Знаю, все говорят, что я сильный, все говорят, что я должен помочь команде. Это знаешь, как обычно бывает вот в играх. Ну, в моих, по крайней мере, такое бывает. Ты говоришь мидеру, пожалуйста, ты же сильный, ты же фармил, ты можешь подраться с нами? И он идет драться один. И говорит, ну вот я пошел подрался, ребят, вы довольны? Странно, очень странно действует сейчас героик, а 1В молодцы. Они полностью переждали этого Хускара и уже без разницы, как там мид отстояли. Рошан. Наверное, надо было забирать его чуть раньше героик, а потом уже идти в мид на Хускаре. Да, до ситуации в центре карты. При этом кажется, что должны догадываться Банбэм. Мол, Рошана забирают, но они туда не перетягивают свои силы. По золоту преимущество к ним уже перекочевало. Сейчас этот Аегет может вернуть обратно в седло команду героек, из которого они вываливаются. Им драка нужна. Им нужна драка, где умрет Бристалл в первую очередь. Ну, либо хотя бы ДК. По-моему, Бристалл уже... То есть, я представляю ситуацию, когда убиваете Бристаллбека, но у вас будет столько колючек к этому моменту, что вполне возможно, пару суппортов уже мертвы, и кто-то из коров на последнем издыхании пытается выйти. Лебарда. Такой. Айтем хороший против ДК в рейнджовой форме, особенно с другой стороны. Кажется, что да. Мало что меняет. ДК есть нюки, в конце концов. Переждать там несколько секунд Лебарда, но это слишком легко. Кейджей будет умирать, судя по всему. И никто ему не поможет. Скофил пытается, а смысл? Сейчас оба полягут просто. Тратится ресурсы, да. Но Ичиро Джуниор не полетел за Клакверком. Зато сейчас можно аналога найти, аналога находит. А команда-то вроде бы рядом у тебя Amplify Damage. Не хочется? Не хочется. Хочется играть на Верочку. Тем более, а Эггесу соперника, зачем ему выбивать на вражеской территории, где быстрая поддержка от команды придет так или иначе. А здесь уже Сия. Весь контроль, который есть у героев, он будет не особо актуален против ДК. Я только что буквально смотрел час назад игру с Китера на ДК. Смотрел, как его пять героев пытаются бить. Вот его вроде убивают, но при этом на него тратится абсолютно все. А он параллельно успевает нанести там пять тысяч урона за драку. Умирает, а команда добивает всех остальных. Да и ладно. Устраивает полностью. Я думаю, что-то похожее мы увидим и здесь. Мне вообще кажется, что вот это описание, которое ты выдал, оно подходит к геймплею Скитера на тысячу процентов. Во всех его ипостасях. На Свитен Стронга нападают тем временем в центре, но аналога не получается. Хороший стан. Давай ламы. Смотрим на урон по Бристалбеку. Аналогу не хватит, судя по всему, что в спину будем бить. Ой, опасно. Ой, опасно. Вот так Аегисы отдаются. Интересно. При этом не сказать, что сюда рвется вся команда. Наверху-то остается Пангольер. Он не летит в центр. Все, сбили ритм атаки. Ну, потеряли лишь рака не страшно абсолютно. Помним, что это субпорт-позиция. Да, как-то слишком мало сделали сейчас героек. А Аегис в саппорта. Для чего вообще забирали этого Рошана в таком случае? Странно. Но ванвай все устраивает. Я думаю, если в лейт они игру затягивают в очень какой-то глубокий, то у них драфт намного сильнее. Во-первых, два кора, кажется, опаснее, чем ЦК. Во-вторых, есть Shadow Demon. Так и есть. И, опять же, поэтому геройки хотят прямо сейчас что-то предпринять. Перехватить в тихожее правление. Ну, это вопросы к вашему мидеру, к Ускару, у которого все было отлично и круто. А он подумал, что он пак. Да. Тут нюанс небольшой. На паке-то ты дашь импакты спустя 50 минут. На Хускаре очень спорно. Потому что сейчас вполне... Я понимаю, что мы забегаем там слишком далеко вперед. Есть лейт, есть убер-лейт, да? Когда уже все все абсолютно собрали. И там ЦК в теории может шотать героев. Ты видал? Сайленс у клока. Минусы будут. Не, просто так неожиданно. Такой Клокверк может убить Шаду Демона Соло. Лишака, возможно. Ну, опять же, они понимают, что простыми решениями вот этим рейт-кликовской дотой, которую мы анонсировали на стадии драфтов, не получается выигрывать. Вы потеряли эту доминацию. Они должны были сейчас уже на 20-й ввести тысячи 4-5. Ван, вы же умнички, все делают максимально правильно. Они никуда не торопятся, не форсируют события. Они отбились, пару раз там выбили Айги. Знают, что их не пойдут сейчас давить. Продолжаем просто выходить в фарм. Ладно, Кейван еще своего слова не сказал. Он самый огромный на карте. Кейван рано или поздно выйдет. Рано или поздно покажет, на что он там копил. Что приобрел и как он собирается вообще действовать. Еще одна алибарда удавая ламы. И аур нет, да? Казалось бы, против этого драфта, ну, хотя бы пайп нужен. Ну, пайп прям очень нужен, я бы сказал. Ты как минимум блокируешь прокаст Лишака полностью. Ну, стартовый. Лиша, кстати, уже с грифсами практически бегает. Что очень приятно. Для команды на файты поймать. Поймать Чиро Джуниору, он успеет. Он не успевает улететь. Ему не хватило буквально полсекунды. Но кота за шкирку поймали. Чуть ли не первый за последние минут 15 хороший выход от героек. Забрали мидера. Плюс Гектору фраг достался. Это тоже круто. Как реализовать вообще эти деньги? Что нужно покупать здесь, чтобы быть действительно полезным и опасным для ДК? Я прям вижу будущее, когда герои переворачивают эту игру, выигрывают. Мы смотрим, что у нас MVP, допустим, Хаус Найт. И Джакира, который поставил этот вард, дал айспа в последнюю секунду. Ну да, ну да, пошел я дальше пить крипов в лесу. Может быть, тогда MVP дадут. Потому что работа делается, безусловно, от суппортов огромная. Мы клока отмечали на первой карте, который там чуть ли не в соло половину игровых ситуаций сделал. Здесь Джакира пытается таким стать. Ну и чуть замедлились темпы фарма у Бристалбека из важных моментов. О, Хускара. А ведь Хускар фармить быстро по определению не умеет. Это герой, который бьет одну цель. Да, именно поэтому обычно Хускар фармит вражеских героев. И на этом делает свои деньги. Ну 1-1-1 за 20 минут. Какой-то пацифист Хускар идет против своей природы. При этом полностью по вардам проходится в НВ. Но запрыгивать в вражеский лес вот так вот, где рядом бегает Бристалбек, вообще не хочется. Герои решили поиграть, видимо, вторым номером. Но второй номер, Хаус Найт, Хускар, Клакверк настолько не вяжется вообще. Даже во рту не вяжется. Не произносится эта фраза нормально. Там БКБ УДК уже. Уже БКБ. ДК огромный. Аналога будет тоже БКБ. Но уже пора. Тот самый случай, когда ты не можешь без БКБ играть. Слишком много магии, слишком много контроля. Просто Бристалбек с Батстоуном. Здравствуйте. Вам посылка. Мы идем ломать вам Т2. Нам не нужен для этого Аэгис. Нам не нужен Рошан. У нас есть ДК. Если честно, так боюсь, что Бристалбек станет суперметовым героем. Да, я согласен с тобой. Я вот просто на тысячу процентов. Это будет отвратительная мета. Да, потому что это всегда был своеобразный герой. Он реально на турнир какой-нибудь как ворвется, как разорвет его. Потому что там настолько, казалось бы, простой геймплей. Настолько что ли скучный в какой-то степени. Не зрелищный, абсолютно. То есть, да, очень красиво смотрится, когда на Бристалбека, развернувшегося спиной, нападают, и он убивает всех. Но это смотрится интересно один раз. А потом ты уже как будто бы смотришь игру со спойлером. Что произойдет дальше. Так. Перехватили экономическое преимущество героя. Кпервые минут за 15, наверное. Что-то намечается. Следующий Рошан скоро. Просто мы на самом деле за всю игру файтов 5 в 5 не видели вовсе. Да, у нас были небольшие стычки, но полноценного масштабного сражения коллектив на коллектив нет. Может быть, следующий Рошан станет такой точкой интереса. Потому что если этот потенциальный Бристалбек получит еще и Аегис, я не знаю, кому его отдадут. Может быть, там Панга. Но два раза его убивать я в принципе не представляю возможным. Причем герои должны этот момент контролировать сами. Они должны навязывать эту драку на Рошане. До. Естественно, до. И забирать его самостоятельно. У них для этого персонажи крутые. Ван Вет тоже легко это сейчас делают со своими героями. Важно, кто первый нападет, на кого нападут. Очень важно саппортов выключить. Особенно Шаду Демона, того же попытка напасть на Бангалера, который раскрутился уже. Взять его вряд ли получится. Какой-нибудь Айспав, Гаишники остановить нет. Не получится. Он при этом на себя стянул команду. Частично вражескую. То есть вчетвером шли его убивать. Потеряли время. Да, попутно выформятся какие-то споты крипов. Но это все мелочи. Глобально. Уан Вай сейчас пытаются очень круто карту эту растягивать. Еще и поймать Ки Ивана. Либо же это Лешрак подставился. Все-таки Лешрак. Тиммейты не пошли. Развернулся при стелбэк. Заходить не стал. Хватит давать Ки Ивану халяву. Это компенсация, понимаешь. Лешрак душил его на линии всякими своими фразочками. Теперь придает как бы уважение. Интересно, эти фразочки задели как-то игроков героек? Или они вообще не обращают внимания? Вот именно по, не знаю, какой-то внутренней истории, мне кажется, что они должны категарить. Там же игроки горячие, герои. Есть такое, да. Ну пока у нас затишье такое жесткое. Это вообще не похоже на героек абсолютно. Такой стиль, когда фрагов меньше, чем минут. Это им не свойственно. Просто я бы это понял, если бы у них еще был драфт к этому расположенный. У них драфт, который должен бегать чуть ли не 15-5 со счетом на минуте. И это только Хускар. Это только Хускар, действительно. Здесь же Хускар с статистикой суппорта у нас живет эту жизнь. И в глаза другим Хускарам стыдно смотреть. А как тебе Клок 0-1-0? Нормально вообще? Ну он, понимаешь, он уходит на фукшоте из возможных сложных ситуаций игровых. Добрый сосед такой. Надо входить. 5 секунд остается до Рошана. И, понимая это, героик разбивает смок. Там, кстати, Бристол. Отрезан от команды. Бристол и есть команда. 2 700 хп. Аганим. Бладстоун. Плиту себе уже купил. Ну нападайте, я посмотрю на это. Ну там остальные герои задержались. Особенно Хускар важен. Клауд готов. Тиммейты, в принципе, довольно быстро подойдут. Они уже находятся под двойкой. И будет ли Пангалер через телепорт? Да, Пангалер через телепорт прилетел. Чиро Джуниор сейчас можно попробовать поймать. Чиро Джуниор выйти отсюда. Поймали Шадоу Демона. Это тоже важно. Шадоу Демона можно выключить быстро. Он под Сайленсом. Чиро Джуниор тоже по когам катается. Ему невозможно оттуда пройти. Как бы там два героя не остались. Но нет. Вроде нормально. Расконтролили ситуацию. Клокверк там вообще отрезан. Но у него есть шард. Хороший прыжок от ламы. Кейджей. Проказ туда бы дает свой. Но Кентавр погибнет раньше. Аналог. Кого бить на аналогу? Не ясно. Начинает бить Шадоу Демона. Очень долго это все пробивается. Хватит урона на Шадоу Демона. Но уже БКБ был потрачен. Тем временем Мункуши даблкилл. Попытка пробить ЦК. Ну смотрим. Хватит ли Кейвана урона? Кейван, работай! Не хватает. Или хватает? Хватает. БКБ работает от Кейвана. Кого бить дальше? Он не вывозит ДК. Даже под БКБ. БКБ. Благо спасает его от Стана. Кейван пытается выжить. Есть Монт Остайл. Пытается уйти Гектор. ЦК все-таки добьют. Не отпустят. Уже провальная драка для героек. И ультра килл от Мункуши. И далее может забирать Рошана. И это при всем том, что Бристалбек показал, насколько же он жаден. Он так долго не нажимал этот Бладстоун. И он просто не успел нормально отхилиться в этом файте. Перебили по урону. Еще секунду. Один бы удар не сделал хаос. Он бы полностью восстановился. Там уже не получилось бы перебить. Оцени импакт Хускара. Что он делал всю драку? Он бил Шэдоу Демона. Под БКБ. То есть весь Блокинг Барк. Казалось бы, вот здесь вы должны уже наказать Шэдоу Демона. Давай, Лама не прыгает. Давай, Лама ждет. Кейван не дотягивается до Шэдоу Демона. Он должен был. Либо Кентавр. Тогда не убивать. Вроде здесь прыжок хорош, но он один. Никого рядом нет. Кейджи зонят. ЦК посмотри, по какой траектории бежит в драку. Да. То есть, опять же, возможно, если бы Дэвл Эйдж выдал Кентавр того же самого Шэдоу Демона, его бы убили быстрее. Но если бы ДКБ, файт выигрывается в Анвэ. Отличная работа от них. При том, что позиционка была, ну, очень плохой. И еще вот перед тем, как нажимал этот телепорт Чиро Джуниор, я забоялся за Радиант как бы не засыпаться. Но при всем прочем, они просто слишком плотные. И урона не хватает. Когда Хускару нужно сколько? Он 6-7 ударов сделал, чтобы убить Шэдоу Демона. Он стоит его и ковыряет. Слишком медленно. Наверное, ульт должен прилетать либо в ДК, либо в Бристалбека. Только в них. Иначе нет смысла в этом ультимейте. И вот разница. У вас был Айгис, и у нас сейчас Айгис. Да. Но нюанс. Мункуш может с этим Айгисом идти чуть ли не на Т3. Ну, вряд ли. Там только если подставиться героикой, какой-то килл отдадут. Но захватить территорию... Или может. Мункушу плевать, по-моему. Мне кажется, может. У него есть братишка Бристалбек рядом. Там, посмотри, кнопок-то нет. ЦК ульт где-то нажал. Они еще и глиб прожимают специально своих крипов для того, чтобы не уходить отсюда. Они хотят спушить эту линию. Героик придется как-то отвечать. Форма ДК будет работать еще там с 30% времени. Просто знамя поставили. Крепочки живы. И нужно драку принимать героя каким-то образом. Там сердце у Кейвана. Надеется с этим слотом подраться. Плюс Алибарда. Два больших артефакта появилось только что. Добить, добить хотя бы милишный барак. Милишный барак добивают. Цепляют прямо сейчас Мункушу. Не тот таргет. Сбивают ему сколько? 25% хп. А дальше что? Если не меньше. Уйди, пожалуйста, дракон. Приди в следующий раз. Мы станем сильнее. Отступят? Отступят, Ванве. Должны отступить. Не заигрываться. Это очень важно. Сейчас в рамках этого игрового дня выиграть. Хотя бы карту нападают на Бристалбека. Реально. Нет, там нападают на других героев. Там два саппорта идеально подставились. И аналог прыгает следом. Хватит ли урона? Убивает шедо у демона. Он выкупается сразу же. Также минус лишь рак. Попытка от аналога пробить Бристалбека. Ноль урона по нему наносится. Но работает Гектор. Вот Гектору хватает демеджа. Клауду очень больно. Клауд горит. Гектор не может дальше драться. Мана закончилась полностью. Скофил пытается зонить этого Бристалбека. Гектор помогает. И добить? Нет. После байбека шедо у демона сейвит своего тиммейта. Значит шедо у демона после бая убить. Забирают. Кейван продолжает драться. Мункуши слишком плотно. У Кейвана ресурсов больше не осталось. И не отпустят здесь ЦК. Бессмертный два кора ванве. Вот опять мы все будем говорить. Бессмертные два кора. Как хорош ДК. Как великолепен Клауд на Бристалбеке. И шедоу демон. Который ни секунды не думая байбекнулся. Он Бристалбека спас. Потому что Бристалбек оставался вновь на лоу хп. Он очень рано в этот раз нажал вот стол. Чтобы не повторить ошибку сверху. Сразу стал отхиливаться. Слушай так тут и закончить можно. До появления ЦК 50 секунд. И только глиф отгоняет сейчас ванве. Ну мне кажется ванве лучше пойти и забрать еще одну линию. Сыграть на верочку. Это тоже полезно. Бристалбек покупает себе БКБ. Вторая сторона падает. Совсем немного шансов остается у героек. Да наверное по экономике мы можем сказать что преимущество небольшое. Но одна ошибка и вы игру проигрываете. И опять же ты же сказал что это идеальный врыв был от героек. Они круто поймали сапов. Они быстро сбрели что демона. Но даже при этом файт выиграть не получилось. Ну по ощущениям как будто бы просто ЦК не работает ДТК. Вот на равных слотах, на равном творсе ЦК слабее. Вот и все. И опять же можно понять почему не били этого Мункуша, который весь файт живет. Но какой смысл? Он второй раз станет с этого Эггиса и продолжит свое злое дело. А он там из Кирасы дебавчики-бавчики раздает. То есть много различных неприятных историй. Вроде бы и убить его нельзя. И игнорировать не хочется. Пока еще действует Аэгис. Банве хотят прямо сейчас идти еще одну драку навязывать. ДК-то заряженный. У него есть форма. Он готов. 20 секунд Аэгис. Тут не в Аэгисе дело даже. А просто в уверенности. Форму прожал. На него нападает. Кто на кого напал. Это была ловушка от одного героя. Разворачивается Кейван. В спине оказывается Спайдермен. Ну и что теперь делать? Теперь мы просто отступаем. Два Илама в позиции. Ну ладно, выкупится, допустим, может. У ДК сейчас заканчивается Аэгис. Аналог выбирает кого лететь. Вот он Бай. А дальше-то что? На Клауду нападать мимо. На ДК. Ну давайте смотреть, как ДК против ЦК работает. Кентабр неплохо прыгает. Попытка пробить Бристалбека. Ну посмотрите, что происходит с этим ЦК. Он не жилец. Он погибает. А без него урона команде не хватит точно. И аналог, он абсолютно беспомощный сейчас. На своем Хускаре. Ноль импакта. Хускар, снимай маску. Я вижу под ней Свена с прошлой карты. Честно, Хускара просто нет в этой игре. Браво. Браво. Ван Вес могли все-таки после трех поражений подряд за этот игровой день одну карту для себя. Вот это принципы, я не знаю, спортивного, интересного, не спортивного. Мне кажется, здесь не об этом речь. Речь о том, что корректив, который является одной из самых главных темных лошадок, просто себе веру в собственные силы возвращает вот такими победами. Ничья в пользу героек... Ой, в пользу Экстрим и Гладиаторов. Да, да, конечно. Потому что эти команды сейчас могут даже...